Когда все лучше и лучше, всегда как-то это вызывает сомнение. Потому что, по правде говоря, человек не может линейно, поступательно развиваться от худшего к лучшему. Это не получается, ему это не дано. Но человек может видеть свои ошибки и исправлять их. И тогда происходят какие-то перемены. Потому что человек несовершенный, как мы говорим, человек грешный, поэтому он будет все время ошибаться. Но если человек научен видеть свои ошибки вовремя и вовремя их исправлять, то тогда Бог будет его самого исправлять к лучшему, к человеку. Это закон нашей природы. Поэтому иногда нашей жизни кажется, что падение за падением, неудача за неудачей. Но если мы имеем цель, после каждого падения встаем и снова идем, то тогда мы движемся к нашей цели. Пусть наш путь не выглядит, как прямая линия, а может быть это будет какая-то такая загадочная кривая, но все равно мы будем двигаться к цели. Ну хорошо. Какие есть вопросы по прошлому занятию у вас? Так, был батюшка здесь? Да. Хорошо. И на самом деле такая интересная процедура, что ли? Знаете, как это такое? Процедура, да. Медицинская. Медицинская процедура. Самая настоящая. Я последний раз это делал лет 7 назад в Калининградской области. И прям, ну я даже забыл там, что делать и вообще, что происходит. Очень ловко себя чувствовалось сейчас. Вот. И когда я понимал, что очень много народу, короче, ждет меня. И я так отцу, как бы, Владимир Игорь сказал, что есть чувство недосказанности, да, но я хочу оставить, короче, чтобы еще раз потом сходить. Когда уже на мой вернусь будет скоро. Я вас хотел спросить поподробнее про то, вот. Я вот испытал кучу эмоций, ощущений. Ну, как бы, я наркоман, и я плохо разбираюсь в своих эмоциях, ощущениях. Для меня это что-то новое. Вот хотелось бы у вас в таком угле разобраться. Ну, это, кстати, вот продолжение к тому, о чем я только что говорил. Вот так мы исправляем свои ошибки. Таинство исповеди – это главное врачующее таинство церкви. Здесь происходит у врачевания человеческой души. Когда человек приходит к Богу и жалуется ему на себя. Так же, как мы приходим к врачу и жалуемся ему на себя. Он прямо врач нам так и говорит, на что жалуетесь? Говорит, да вот там вот это тут болит, там что-то ноет, тут тошнит, изжога там, что-то такое начинает. Вот. А к Богу мы приходим и говорим. Все, за что нам стыдно перед ним и перед людьми. И иногда говорим такое, чего, конечно, не дай Бог кому-нибудь услышать. Как в свое время Достоевский говорил, «Если все, что человек тщательно скрывает от окружающих, даже от своих близких, даже от самого себя, если бы это все обнаружилось, то раздалось бы такое зловоние, что нам бы всем не задохнуться в пору». Достоевский, видите, как красиво это писал. Так вот мы это все из себя выворачиваем наружу в Таинстве Исповеди. Соблюдая два принципа. Ничего не скрывая и ни в чем себя не оправдывая. Таинство Исповеди можно сравнить еще с одним не совсем приятным действием – с рвотой. Вот когда организм человека отравился и от этого яда погибает, ну или страдает от того яда, который он в себя принял, у человека возникает тошнота и рвота, защитная реакция. Организм освобождается от этого яда, яд прекращает действовать, и организм выживает и выздоравливает. Грех – это такой же яд. Вот жизнь человека без Бога – это такое самоотравление. Это нахождение человека в какой-то удушливой, ядовитой атмосфере, которая его все время отравляет. Вот с чувствами, мыслями, желаниями, поступками нашими. Мы все время занимаемся каким-то таким саморазрушением. Но мы можем прийти и проблеваться на исповедь от души. Вот прямо знаете, как иногда, если кто-то хочет это сделать, действительно проблеваться, он два пальца в рот и, не сдерживая себя нисколько, старается, наоборот, как можно полнее. Потом еще воды попьет, потом еще два пальца в рот, и чтобы очиститься, так очиститься. Вот так же и на исповеди. И вот тогда мы получаем то, о чем вы говорите. Вот эти эмоции. Это чувство радости, облегчения, чувство легкости, умиротворения, мира с собственной совестью, примирения с Богом. А нет ничего более лучшего для человека, чем быть в мире с собственной совестью и с Богом. Это самая настоящая радость, подлинная. И, конечно, это бывает не всегда, не на каждой исповеди. И те переживания, которые мы испытываем после исповеди, не являются критерием ее качественности. Нет. Это как Бог даст. Захочет – обрадует, не захочет – нет. А наше дело – от всей души исповедоваться. Мы знаем, что для нас это залог нашего сохранения нашей человечности, залог нашего развития как личности, залог нашего спасения. Очищение себя, своей души и своей совести от греха, который разлучает нас с Богом. Грех – это препятствие между нами и Богом. И когда мы исповедуем этот грех, каемся в нем, Господь нас очищает, соединяет с собой и никогда больше нам этот грех не помянет. Мы и здесь избавим себя от страданий, связанных с этим грехом, потому что таинство исповеди избавляет человека от последствий этого греха. Раз Бог уврачевывает человеческую душу, кающуюся, то, значит, избавляет ее от последствий греха. И тогда наша жизнь приобретает нормальный здоровый характер. Мы выздоравливаем душевно, потому что мы ведем полноценную духовную жизнь. Поэтому, конечно, православный христианин, он старается исповедоваться, ну, по крайней мере, не реже одного раза в месяц. Потому что он чувствует, что реже уже вредно. Чаще можно, а реже уже как-то это вредно. Особенно при нашей теперешней жизни, при том потоке информации всякой, и соблазнах, которые нас окружают. Конечно, такая ежемесячная исповедь – это самый хороший такой ритм очищения души и поддержания своего психического здоровья. Ну, а иногда бывает так, что, знаете, вот если опять же с работой сравнивать, когда вроде и тошнит, и так немножко, или подташнивает чуть-чуть. Пойти, что ли, блевануть? Пойду, пожалуй. И что-то там туда-сюда, туда-сюда, как-то так что-то вышло немножко, там все осталось остальное. Как-то не хочу вообще. И яд, где был, там и остался, и человек продолжает страдать. Вот наше покаяние и исповедь, когда мы пытаемся что-то скрыть, мы же думаем, что мы исповедуемся перед священником, раз он тут стоит, в живой человек. Поэтому нам стыдно, мы стесняемся, и мы так сглаживаем, что-то там такое, как-то так, ну, знаете, там, ну, вы знаете, ну, понимаете. Некоторые приходят на исповедь, и так вот просто формально расположено ходить, приходят и говорят, никого не убил, не ограбил, жене не изменял. В общем-то, и все. И ничего такого, вроде плохого я и не делал. Особых грифов нет. Ну, и тогда священник спрашивает, а зачем пришел? Это, знаете, все равно, что прийти к врачу, вот высадить очередь в поликлинике, прийти к врачу, и вот врач спрашивает, ну, что, на что жалуетесь? Это как-то так, особо ни на что. А зачем пришел? И вот тогда врач иногда сам вытаскивает из человека жалобы, прям по системе. Может быть, у вас что-нибудь болит, может быть, у вас голова кружится, может быть, у вас бессонница есть, и там вытягивает, вытягивает эти жалобы. А Бог этого не делает. Он ждет от нас, вот этого прорыва. Самое лучшее, что может с человеком, наверное, произойти, это вот этот прорыв, когда как гнойник с накопившимся гноем прорывается. И мы начинаем беспощадно себя развенчивать сами, на исповеди, и называть вещи своими именами, не щадя ушей священника. Потому что вообще-то мы его ничем не удивим. Страсти одни и те же. Да, с небольшой личной интерпретацией, но вообще-то одно и то же. Все одно и то же. Поэтому, если батюшка, даже молодой священник, годик поисповедовал, то, в общем-то, уже все. Он уже все слышал. И что-то такое сказать, чего он скажет, нифига себе, это уже невозможно. Он уже все знает. Поэтому мы его ничем не удивляем. Наоборот, священник только радуется, если он видит, что человек себя нисколько не щадит и не пытается там казаться лучше, чем видит на самом деле, что-то тут строить из себя. Священник только порадуется за этого человека. Это признак благонадежности, признак того, что человек выздоравливает. Вот сейчас он получит настоящее врачевание от Бога и от священника. Священник здесь просто свидетельствует. Он священнослужитель. Он служит при таинстве. А таинство совершает Бог, Христос. Именно поэтому мы после этого таинства испытываем радость, потому что нас посещает сам Бог своей благодатью. И эту радость ни с чем не сравнить. Так что вот, я, конечно, вам всем рекомендую на будущее узнавать, что такое духовная жизнь, что такое церковная жизнь, что такое церковь. Дай Бог, мы здесь с вами это все поразбираем. Что это нам даст с вами для решения той проблемы по поводу которой мы здесь находимся, в центре. Наша реабилитация, в том центре, которым я руковожу, она таки вот на этом прямо и основана. На полноценной духовной жизни, в том числе и на таинстве исповеди. И каждый наш вкусник знает, что его благополучие все после реабилитации, оно всецело зависит от того, как он будет приступать к таинствам церковным, к таинству исповеди и причастия. Как он будет молиться Богу каждый день. Только от этого зависит наше благополучие. Ну, хорошо. Если вопросов больше нет, давайте сегодня еще одно. Вячеслав Владимирович, можно вопрос? Можно. Вот вы скажите, если вот девушка, допустим, встала вдовой, и как быть можно замуж? А почему нет? Не можно, а нужно. Если на роду не написано быть монашкой, то надо замуж, конечно. Тем более, что она вдова, а не разведенка. Вдова – это показания к тому, чтобы выходить замуж. А есть ли разведенка? Тоже противопоказания нет. Просто обстоятельства могут быть разные. Вообще, в таком чистом виде Евангелие нам говорит, всякая женщина, разводящаяся, всякий разводящийся со своей женой прелюбодействует и дает своей жене повод прелюбодействия. Но, учитывая то, что мы вот во всей чистоте эту заповедь выполнить не можем, а для человека семья – это один из, вернее, это главный, основной способ жить, выживать и спасаться. И женщина должна быть женой. Женой и матери. Другой вариант – это монашество. Но это далеко не для всех. А если еще другой вариант, если девушка была еще и в церкви обвенчана с бывшим, со своим мужем, они развелись дальше, и как действует? Какой-то обряд церковный. Видите, это не просто обряд, это таинство. Вот это таинство. Поэтому это очень серьезная вещь. Но дело в том, что таинство браковенчания совершается над двумя верующими людьми, над двумя церковными людьми. И тогда это таинство. И это таинство имеет значение и силу, когда оба, врачующиеся, следуют обетам венчания, сохраняют друг другу верность. А если один из венчанных супругов отказался от обетов таинства браковенчания, то тогда второй автоматически свободен от них. И в церкви ведь нет таинства развенчания. Да, есть такой порядок, что венчанные супруги, один из них пишет прошение правящему архиерею, чтобы тот благословил развод. Не развенчал, а просто благословил развод. Но это обычный порядок вещей. А если произошла супружеская измена, или просто муж ушел, бросил жену, то брака нет, фактически нет. Там нечего развенчивать. И там просто констатируется факт, семьи нет. Все, можешь выходить замуж. Ну ладно, у нас с вами осталось страсть, ой, простите, страсть чревоугодия. Чревоугодия. Принято считать, и в общем-то это верно, что наше чрево это все, что связано с усвоением и перевариванием пищи, с питанием. Некоторые говорят, это наш органокомплекс от языка до прямой кишки. Это наше чрево. И все, что связано с вкушением пищи, даже еще только понюхать пищу, это уже имеет отношение к пищеварению. Вот это все относится к нашему чреву. И как и все остальные страсти, чревоугодия тоже пьет соки из чего-то нормального, из чего-то здорового. Потому что человеку нужно питаться. Человеку грешному, падшему, имеющему вот такое тело, которое у нас появилось после грехопадения, которое очень сильно зависит от окружающего мира, мы стали слишком материальны после грехопадения. Мы обрели вот это вот, эту плотскую нашу природу. мы вынуждены питаться. Я не знаю, слышали вы где-нибудь или нет, но человек до грехопадения, Адам, не нуждался в этом питании. Он был автономен, потому что он был совершенной личностью. Совершенная личность это личность максимально свободная от внешних обстоятельств. Он общался с Богом как с источником жизни и вообще-то совершенному существу этого достаточно для того, чтобы жить. Как знаете, есть в Евангелии такое выражение «Не хлебом единым жив человек, но словом Божьим, из уст Божьих исходящим». Но грехопадение сделало нас такими зависимыми от внешнего мира. Наше тело стало настолько несовершенно, что для того, чтобы оно существовало просто во времени, туда нужно обязательно что-то закидывать. Вот что-то же из внешнего мира. Мы должны питаться окружающим нас миром. И слава тебе Господи, нам Бог здесь все предоставил для этого. Все продукты питания. И мы можем спокойно это себе позволить питаться. И вот здесь обнаруживается вся наша с вами несвобода. вот сейчас ехал в машине как раз и там на радио «Звезда» был такой рассказ о том, как во время Второй мировой войны сложно было снабжать продуктами питания наши войска, потому что они наступали после этой 43-го года, линия фронта постоянно менялась, и поэтому все время приходилось искать их, где они, куда там где они находятся. Такой связи, как сейчас, нету, тогда не было. И вот команде интендантов, чтобы найти наступающие войска, нужно было потратить время. А война войной, но обед по расписанию, как известно. И солдат без пищи не солдат. То есть, видите, никакой войны даже невозможно без пищи. Перестань кормить солдат, и все, война закончена. Как раньше брали города. Их просто осаждали, и все, и туда не подвозили пищу. Город сдавался, наменилось победителем. Вот до какой степени мы не свободны. Нам нужно три раза в день питаться. У нас в центре, когда поступают, там, ну, проблемы, проблемы, с наркотиками, там, столько проблем накопилось. Но, когда дело доходит до того, чтобы заезжать в центр, спрашивают, а как у вас кормят? Завтрак, обед, ужин? А что у вас на обед? Первый, второй, третий? И так далее. Выясняют. Человеку нужны источники энергии, чтобы жить. Внутри человека этих источников нет, они находятся вне нас. Вот наше тело, оно абсолютно зависимо от окружающего мира. Иногда выглядит, что так, что мы автономны, мы можем от завтрака до обеда не принимать пищи, и нам кажется, что мы такие свободные все из себя. Только до обеда. До обеда. Как время к обеду, там у нас в центре идет занятие, и все начинают уже смотреть на часы, сколько там осталось до обеда. Уже плохо информация усваивается. Но, в общем-то, в этом ничего плохого нет. Человек так устроен. после грехопадения мы такие, мы должны есть. Чтобы жить, мы должны есть. Тогда где проблема? В чем проблема? Принятие пищи настолько важно для человека, для его жизни, что, как и в прошлый раз мы с вами говорили, сопровождается очень такими приятными вкусовыми переживаниями. Мы любим вкусную пищу. Мы не все будем есть еще, чтобы все было так в меру посолено, поперчено, сладко, кисло-сладко. Вкусно, в общем. И нам это нравится. Нам нравится есть с удовольствием. И в общем-то, когда мы говорим о еде, мы всегда имеем в виду вот это вот, что вкусно. Вот ты что любишь? Что ты любишь есть? Вот я люблю биштекс с картошкой фри. Или что-нибудь еще. А любишь окрошку? Извините, что я такие вещи говорю. Любишь борщ со сметанкой украинский, да? Люблю. Так вот, то же самое. Когда вот эти приятные переживания, связанные с питанием, становятся целью для человека, начинается чаевого угодия. Человек путает цель и средства. Цель это жить, средство это питаться. А здесь получается так. Цель это наслаждение от питания. от принятия пищи. А человек даже забывает уже, зачем он это делает. Вот иногда давай сегодня поужинаем вместе. Давай. Но где-то там, да, на краю подсознания там мы знаем, что мы ужинаем. Мы встречаемся, чтобы поужинать. но при этом меню мы выбираем, что мы будем есть, что нам нравится, что мы предпочитаем в это время суток, какое вино мы там будем пить. Вот. И я вот это не люблю, мне это не нравится. Я люблю только вкусные вот это вот. И мы сидим и наслаждаемся пищей, беседой, общением и принятием пищи. Пищей наслаждаемся. А официант спросит, а у нас есть замечательный десерт от шеф-повара. Хотите ему там и описывает какой-то? Конечно, конечно. С апельсиновым или мандариновым соусом? С мандарином давайте несите. Кстати, был в Тюмени просто выходные там мы питались в ресторане в хорошем пятизвездочном отеле и я заказал себе рыбу там какую-то запеченную там и ее принесли именно с мандариновым соусом, с цукатами и оказывается запеченная рыба с мандариновым соусом это такая вкуснятина. Просто пальчики оближешь. И я занимался черевоугодием. Просто упивался. Вот. Так вот это. Когда для нас наслаждение связанное с питанием становится целью и даже смыслом нашей жизни. и мы видим, что человек оказывается зависимым от этого гораздо сильнее, чем от наркотиков. Любой человек. черевоугодие это тотальное заболевание, которое поразило все человечество. После грехопадения сразу. Как только мы вынуждены стали питаться пищей, все, началось черевоугодие. Мы с детства любим послаще, повкуснее, побольше. Хватит, хватит уже. Ну, последнюю, последнюю конфету. Дочка у меня как-то говорит. Пап, можно мне конфетку? Вот первую и последнюю. Я говорю, ну, хорошо, возьми. Она раз берет, съедает и тянется за второй. Я говорю, то есть, сказала, последнюю. Она говорит, нет, это была первая. А вот это последняя. И все, и человек не может остановиться. И мы знаем, что ребенок уже может где-то там втихаря искать на кухне, где лежит варенье, где лежат конфеты, печень, какие-то сладости. Человек становится сластолюбивым очень рано. И тут, как на грех, это заложено в природу. Ребенку для того, чтобы нормально расти и развиваться, особенно головному мозгу, нужно много сахара, нужно много углеводов. И поэтому ребенок очень быстро становится сластолюбивым. и он не может остановиться. И он продолжает быть сластолюбивым потом всю жизнь. Всю жизнь. Даже когда ему уже не нужно столько сахара, он все равно будет его класть себе в чай по 3-5 ложек. Там будет себе намазывать варенье на хлеб, на булку. Будет покупать все такое себе сладенькое, приятное. и он не будет знать меры. Вот то, что связано с наслаждением, безудержным наслаждением во время питания и безмерным питанием, когда человек не может остановиться, в христианстве называется страшными словами. чревобесие и гортанобесие. Гортанобесие это когда человек безудержно наслаждается. А чревобесие это когда человек не может остановиться. Он набивает, 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 набивает чрево. И он еще, что я еще не ел. Что не ел. Вот когда мы были тут недавно на Святой Земле в Израиле, мы после службы завтракали в Горнинском монастыре, в женском Горнинском монастыре вот все паломники, а у них там такой завтрак, вот знаете, вот такое разнообразие и такое обилие, что всего невозможно попробовать. И хотелось всего-всего, но там этого, второго, третьего попробовать, уже все, позавтракать. И жалко, так жалко, что вот того не попробовал, вот этого еще. Я бы, может, и попробовал, но просто неудобно тут люди сидят, смотрят, скажут, обжора. Очень хочется. Мы наслаждаемся и, извините, обжираемся. И от этого страдаем, болеем и умираем. заболевания, которые являются главной причиной смертности человека, а не так или иначе связаны с питанием. Это гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет второго типа, да и первого тоже типа, если взрослого взрослого человека возникает. Это ишемическая болезнь сердца с ее осложнениями, с инфарктами, атеросклероз сосудов головного мозга с его осложнениями, с инсультами. Это главная причина смертности человека. А эти заболевания развиваются от злоупотребления пищи и больше не от чего. Человек пожил бы подольше, он все равно умрет, конечно, от какой-то проблемы, от старости. И там что-то у него откажет, просто во времени выйдет из строя. Но он мог бы дожить до 90, может быть до 100 лет, может и больше. Но он умрет в 55, потому что он чем-то злоупотреблял. Пищи злоупотреблял. И даже тогда, когда ему говорили, что тебе вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Он говорил, ну ладно, попробую. Какое-то время подержался, вот как наркомат, знаете, может дома посидеть немножечко, а потом все равно все, не выдерживает. Как Лариса Дурина рассказывала, она говорит, я больше всего на свете люблю жареную картошку, а мне нельзя. А мама такую готовила у меня жареную картошку на сливочном масле. Я как вспомню, я полный рот слюны. И она говорит, я себе один раз в год устраиваю пир. Я заказываю себе в ресторане хорошую жареную картошку и наедаюсь. Не выдерживает. Не выдерживает. Наркомания. Я знал очень много людей, очень хороших, которые страдали от черевоугодия в таком виде, когда они переедали, ели очень много, много, много. Это выглядело ужасно. когда человек был уже там около двухсот килограммов такой толстый, весь рыхлый, шарик такой круглый, но несмотря на все предостережения врачей, он продолжал есть. И зависимость пищевая была настолько сильная, что он ночью вставал, в три часа ночи он вставал и шел к холодильнику. Его там уже ждал заранее приготовленный набор продуктов. Это литр молока и батон. И человек съедал батон, запивая его молоко. Каждую ночь в три часа. Можете себе представить? А иначе он не уснет, если он проснулся, все, он может уснуть, только если вот это съест. Он погиб в итоге от анокий там проблем, там, но все они связаны с чьим угодом. И сейчас мы видим, что как вот на Советском Союзе было говорили, две проблемы. Где достать продуктов? Первая проблема. Вторая проблема, как похудеть? Вот сейчас первой проблемы вроде нет, продукты достать можно без труда, а вот как похудеть, это проблема. ожирение, оно связано с пищей. В основном на 99,9% наше ожирение это от переедания, от излишков питания, от злоупотребления пищи. И у нас сейчас в интернете ищут только новые способы похудеть. Новые диеты, новые продукты, которые способствуют похудению, режим питания, не есть после шести, или не завтракать, или не ужинать, или отказывать себя в этом, в этом, в этом, в этом, в этом, остальное можно. А кто-то предлагает какие-то препараты медицинские, ешь от пуза сколько хочешь, а вот этот препарат сжигает жары, и ты будешь все время стройный. Все это чревоугодие. Как это нас с вами касается? Наркомания, пьянство, табаку курения это чревоугодие. Это проявление чревоугодия, страсти чревоугодия. Это никакая самостоятельная такая проблема, которая нарисовалась, знаете, как это на ровном месте. Нет, нет. Это одно из проявлений вот этой изначальной страсти чревоугодия, которая нам досталась после грехопадения. Человек сластолюбив. И поэтому если он начал когда-то пить вино, наслаждаться его вкусом и тем действием, которое он оказывает на центральную нервную систему, на душу потом, то человек может не остановиться. Его потом будет трудно остановить. И оказывается, что чревоугодие это не только наш желудок и кишечник, и прямая кишка. Нет, нет. Чрево это вообще вся наша душевно-телесная организация. А чревоугодие это вообще все наше сластолюбие и стремление к чувственным удовольствиям, какие бы они ни были. И в этом смысле чревоугодием является внутривенное введение наркотиков или ингаляционное введение наркотиков, хотя вроде мимо желудка, и мы тут пищеварение как-то обходим стороной, но мы все равно наслаждаемся чем-то, что мы себе ввели в организм каким-то образом. А это и чревоугодие. Поэтому наркоман, пьяница, курильщик это чревоугодник. И точно так же он не может остановиться. Поэтому это выглядит как болезнь. Самое настоящее. Но это еще не все. Если мы говорим, что чревоугодие это вообще склонность к чувственным удовольствиям, то тогда а вот полежать, понежиться в постели, а вот сходить в спа-салон и уже я не могу не ходить, потому что привык, не могу отвыкнуть к этим спа-процедурам. А вот сидеть и смотреть часами сериалы по телевизору это чревоугодие. Представляете? А когда люди ищут драйва какого-нибудь себе, вот что-то бы такое куда-нибудь в клуб ночной что-ли сегодня пойти и там поклубиться. Там масса всяких чувственных удовольствий человек может получать и это чревоугодие. А там еще и наркотики, а там еще и пожрать от пуза и выпить закусить. И тогда получается, что человек вообще занимается чревоугодием с утра до вечера и больше ничем. Мы только доставляем себе любимым удовольствие в разном виде. посплетничать, даже просто посплетничать и получить от этого удовольствие поосуждать кого-то вслух вдвоем. Как это часто бывает, когда встречаются два человека, они сначала могут о погоде за жизнь, а потом обязательно о ком-нибудь с оттенком осуждения и этим наслаждаются. Вот это оказывается тоже чревоугодием. Потому что очень приятно этим заниматься. А это делать они могут за кофе, кофе, там бутербродик, тоже какой-нибудь десертик в кафе и поболтать. Вот это вот, когда мы без устали болтаем и развлекаемся и когда мы там смотрим всякие видео на ютубе и не можем оторваться, там прикольные видео такие размещают. А когда мы в наушниках ходим по улице и там музыка такая и мы получаем от этого удовольствие. И это тоже оно. Казалось бы, ну а что такого-то? А как без этого жить? Да? Никак. человек это чревоугодник. Мы не говорим, что человек от того, что он злоупотребляет чувствами и удовольствиями, в том числе и пищей, он плохой. Мы не говорим так. Мы его не осуждаем. Мы говорим, он больной. Это болезнь. И человеку для того, чтобы от этой болезни не погибать, чтобы полноценно развиваться как личность, чтобы достигать цели своей жизни и быть счастливым по-настоящему здесь. Не почесывать с удовольствием свои страсти, какие бы они ни были, а быть по-настоящему счастливым, как человек здесь. Человеку нужно обязательно знать, что страсти это болезнь, что чревоугодие это болезнь, и что от нее нужно лечиться. А лечиться, вот как мы сегодня говорили про таинство исповедь, вот это наше главное врачующее действие. Когда мы приходим на исповедь и каемся Богу в том, что нам стыдно, что мы опять напились, накурились, набалделись, нажрались, напились там чего-нибудь, отпились, наблудились и так далее. Мы каемся в том, что мы живем без веры в Бога, что мы живем так, как будто его нет. Мы живем самоуверенно, самонадеянно и считаем, что мы можем сами прожить без Бога с пользой для себя. Мы каемся в том, что мы Богу не доверяем. Мы на Него не надеемся. Мы надеемся на деньги, на людей, на счастливый случай, на везение, на все, что угодно, только не на Бога. Мы позволяем себе все, что нам хочется, потому что мы самонадеянны и самоверенны. Мы оправдываем любое свое желание и считаем его законным. Мы расстраиваемся, печалимся и унываем, теряем надежду, когда у нас что-то не получается у самих, когда наши чистолюбивые и самоуверенные горделивые планы разрушаются, когда какая-то болезнь обламывает все наши мечты о счастье или что-нибудь еще, какая-нибудь скорбь, болезнь, еще другая утрата. Мы выходим из себя, нервничаем, раздражаемся, гневаемся. Мы ненавидим людей, которых считаем причиной наших бед и несчастья. Себя во всем оправдываем, потому что мы себя любим больше всего. Нам хочется любить еще кого-нибудь, но мы не можем. Себелюбие съедает все. Мы не способны кого-то еще полюбить кроме себя. И от этого всю жизнь страдаем. Вот это то, о чем мы говорим на исповеди. Мы говорим на исповеди о том, что мы завидуем и все, что мы делаем, мы делаем только из зависти. Все, что я делал, я делал, потому что когда-то кому-то позавидовал и когда устремился к предмету своей зависти я уже не мог остановиться. Мы каемся в том, что мы лжем, что мы вообще не умеем говорить правду. Мы не умеем и поступать по правде. И все наши поступки, они какие-то лицемерные, все какое-то ненастоящее, поддельное. Мы не живем сами из себя. Мы живем какой-то выдуманной жизнью, срисованной из каких-то других людей, которых мы посчитали успешными и решили, что нам нужно им подражать. И поэтому мы не стали сами собой. Мы прожили чужую жизнь. мы каемся в том, что не можем пропустить ни одной юбки и оглядываемся на каждую красивую женщину. При этом я женатый человек. И в воображении своим рисуем всякие непристойности. И то, что сказано в Евангелии, всякий, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Это про меня еще очень мягко сказано. Ну и много чего еще. Всего не перечислить, времени не ходит. Нам жизни не хватит, чтобы рассказать наисковать все, за что нам перед волком стыдно. Но мы это все равно делаем и благодаря этому мы сохраняем свою человечность и свою приверженность добру и отвержение зла. Если мы с вами перестанем каяться и исповедоваться в своих грехах, то мы будем сначала неосознанно творить зло, а потом будем творить его осознанно, и нам это будет нравиться. Мы станем настоящими злодеями. так человек устроен падшим. И лучше всего это описывает православный учитель о страстях, который не считает человека чудовищем, а жалеет человека в его этом падшем состоянии. И очень даже ему сочувствует и сострадает. И предлагает ему самый лучший эффективный способ выздоровления. Но избавление от этих страстей полностью зависит от свободы человека. Чтобы человек сам узнал в своих страстях болезни, возненавидел их и захотел бы выздороветь, захотел бы стать другим. Тогда, если он встает на путь полноценной такой духовной жизни, связанной с исповедью и причастием, с молитвой к Богу, то тогда избавление от этих страстей становится неизбежным побочным продуктом живого общения человека с Богом. Это Бог избавляет от страстей. Это Он преображает наши страсти на противоположные добродетели, из которых эти страсти пьют соки. И борьба со страстями начинается со страсти чревоугодия. Мы воздерживаемся в пище. православный человек больше двухсот дней в году постится. Вот сейчас идет рождественский пост до 7 января, до Рождества. И православные люди не едят мясо, молоко и яйца. Почему именно это не едят? А потому что это продукты животного происхождения, усвоения, которых требует от организма максимальной энергии, затрат энергии, чтобы расщепить связи, которые существуют в мясе, молоке, в яйцах, в сливочном масле. Расщепить эти продукты на необходимые организмы аминокислоты, жиры, микроэлементы нужно гораздо больше энергии затрачивать, чем от продуктов растительного происхождения. А это та самая энергия, которая могла бы обслуживать наши душевные нужды. У нас другого нет. Так вот, когда человек воздерживается от пищи, его душа приходит в себя. Когда мы телу своему не даем того, чего оно хочет, тело наше, тогда наша душа получает то, что она хочет. то, что является для нее пищей, чтобы она жила и развивалась полноценно. Это вот такой закон человеческой природы. Тело хочет противного духу. И если мы угождаем своему телу, то тогда страдает наш дух и наша душа. И наоборот, если мы своему телу в чем-то отказываем, то тогда оздоравливается наш дух и наша душа. Они приходят в себя. И наша душа начинает видеть себя гораздо лучше, такой, какая она есть. Душа начинает видеть страсти, грехи, и ей хочется каяться. В пост человеку хочется каяться, очищаться от этих грехов, которые он гораздо лучше стал видеть, как будто бы он очки надел. И здесь еще один очень интересный феномен. Когда человек отказывает себе в том, в чем он может себе отказать, Бог берет на себя то, в чем человек не может себе отказать. Мы не можем перестать употреблять наркотики, алкоголь или курить или еще что-нибудь. Какая-то страсть сильнее нас. Но если мы воздерживаемся в том, в чем мы можем себе отказать и хотим избавиться от тех страстей, которые сильнее нас, то тогда Бог избавляет нас от тех страстей, которые сильнее нас. И это тоже закон природы. И когда человек постится, когда он борется с чревоугодием, то тогда он свободен. я не делаю того, что хочу, а это и есть свобода. Я могу себе это позволить. Да, пусть я не все себе могу позволить, но вот это могу. И здесь я свободен. И здесь я своей личностью поднимаюсь над своей природой. Я человек. Я вполне человек. И вот этот важнейший навык духовный пост мы практикуем всю свою жизнь. Это залог нашей борьбы со страстями вообще. Это залог нашей самодиагностики, когда мы можем узнать в гордости гордость, в тщеславие тщеславие, в зависть и зависть, в гневе гнев как болезнь. И мы можем видеть себя такими, какие мы есть на самом деле. Только тогда, когда мы в чем-то воздерживаемся. пост это воздержание вообще. Это не только воздержание в пище. Просто пища это самое универсальное, это самое начальное, потому что питаются все, есть хотят все. Это свойственно и детям, и взрослым, и старикам. И поэтому это самое элементарное, где мы можем себе в чем-то отказать. Своему телу отказать ради спасения души. Тело наше поживет, поживет и умрет. воздержание в пище на нашем теле скажется только положительно. А вот если мы не будем предоставлять нашей душе ее пищу, нашей бессмертной душе, то тогда после смерти тела ее ничего хорошего не ждет. Поэтому мы заботимся о своей бессмертной душе, когда мы своему смертному телу в чем-то отказываем. И пользу получает и тело, и душа. почему получается так, что мы сначала пытались занюхать, запить, заколоть, то что. Когда уходят наркотики, люди начинают по-другому как-то заполнить. Не все приходят к развитию духовной жизни. Кто-то начинает дой, отзыв, кто-то еще что-то делает. Кто-то с ума сходит по сексу, еще точно. Да, да, совершенно верно. Мы, если мы решаем эту проблему без Бога, то есть без настоящего врачевания, без исцеления, то тогда мы просто гоняем страсти по кругу. Одна страсть сменяет другую. Вот как знаете, если все страсти представить в виде надутого шарика воздушного, и вот мне что-то здесь не нравится, я хочу убрать. Раз, сжал, и здесь нету. А где? А куда-то перераспределилось, в другие места, и где-то выперло. И вот это из пустого в порожнее гонять наши страсти, это то, что мы можем позволить себе сами. Если, знаете, как кто-то говорит, я мужик, я сказался, больше не буду пить, и все, я не пью. Ну ладно, а что делаешь, кроме этого? Что у тебя в жизни интересного появилось? Ну, это тайные исповеди. Как правило, это тайные исповеди. Что там у него появилось, кроме водки в жизни? Никто не знает. Но иногда это всплывает потом, как что-то безобразное. Да, действительно, мы можем только менять страсти. И думать, что мы становимся лучше. На самом деле нет, мы просто их гоняем туда-сюда. Это вот такое кипение, бурление страстей. одна страсть на поверхность выходит, потом уходит, ее сменяет другая. И выздоровления никакого нет. Настоящее врачевание происходит только в церкви. Только Бог исцеляет человека, делает его цельным. А начинаем мы с чревоугодие. Невозможно бороться с блудной страстью, если ты не воздерживаешься от пищи. Невозможно. Нет поста и вообще ничего невозможно. Без поста и молитвы невозможно никакой добродетели достичь. Невозможно измениться к лучшему. И вот эти два навыка пост и молитва это два крыла, на которых человек воспаряет над своими страстями. Пост без молитвы становится просто диетой. Поэтому пост сопровождается всегда молитвой. И вот в этом и состоит наша жизнь духовная. Мы воздерживаемся и молимся. Мы воздерживаемся молясь. Мы в чем-то не можем себе отказать и воздержаться. Но мы сразу молитвенно зовем Бога, чтобы Он нам помог, и Он нам помогает от чего-то воздержаться. И тогда вот мы вполне люди. Вот тогда мы получаем удовлетворение того, что мы живем на белом свете. Мы получаем радость от победы над своими страстями. Если я сумел воздержаться и не сделать то, что я обычно делал, когда наступало время это делать, ноги сами шли и руки сами делали, то тогда я радуюсь, я обретаю свободу, я свободен. невозможно бороться с более высокими страстями, печалью, унынием, сребролюбием. Без поста и без молитвы человек лучше стать не может. Часто видел в своей жизни просто некогда не понимал и не пытался понять просто измерением это принимал и все. Какие вам плюсы чисто физиологические даже кроме душа? Только плюсы, одни только плюсы. Когда ты не ешь мясо и молочных продуктов, яиц, только тогда ты начинаешь понимать насколько это тяжелая пища. И как она делает наше тело и душу дебилами. Дебилами тяжелыми. Уходит очень много энергии на усвоение этой пищи. Она нужна эта пища? Мы не гнушаемся мясом. Ни в коем случае. мясо любим. И так честно говоря ждем когда пост закончится чтобы там колбаски отрезать какой-нибудь вкусной. Что-нибудь там еще курочки какой-нибудь гриль. Но пост открывает нам вот это что мы все время мясом злоупотребляли. Все время. И вот когда пост заканчивается мы мясо едим но мы не срываемся знаете как бешеное не бросаемся на это мясо мы очень аккуратно с ним. И человек вообще постящийся он во всем перестает злоупотреблять он становится воздержанным во всем. Пост ведь это воздержание в принципе и если ты начинаешь поститься в пище то ты как-то меньше смотришь телевизор. Вот у нас дома вообще телевизор не включается и это так хорошо. в пост особенно это оказывается так замечательно. Когда семья садится за стол ужинать и мы общаемся и никто не идет там смотреть никакое кино там никакой ток-шоу ничего все общаемся одна только польза и улучшается пищеварение улучшается сон улучшается настроение улучшается работоспособность одна только польза от поста. Еще есть вопросы? Спасибо за внимание. Спасибо.